Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим о том, можно ли прописать несовершеннолетнего ребёнка в ипотечной квартире. Да, несовершеннолетних детей можно прописывать в ипотечной квартире. Причём можно прописывать как новорождённых детей, так и уже более-менее взрослых детей, но не достигших совершеннолетнего возраста. Конечно же, с пропиской в ипотечной квартире нужно быть осторожным, потому что в зависимости от банка, в зависимости от того, что именно прописано в вашем ипотечном договоре, могут возникнуть какие-либо сложности. Но если дело касается именно близких родственников, например, супругов или детей, здесь никогда не должно возникать никаких сложностей, потому что если банк запретит вам прописывать ваших детей, например, то это будет нарушать ваши права. Так что вы без проблем можете прописать своих несовершеннолетних детей. Но могут возникнуть сложности, например, в том случае, если вы вдруг каким-то образом, например, возьмёте какую-то паузу в погашении ипотеки, вы не сможете выплачивать ипотеку, то в этом случае банк может попросить выписать из вашей квартиры несовершеннолетних граждан, потому что, конечно же, квартира во время выплаты ипотеки находится в залоге у банка и любому банку очень важна ликвидность квартиры. Но если, например, у вас всё в порядке, всё хорошо, вы выплачиваете своевременно платежи, то в этом случае не переживайте и прописывайте своих несовершеннолетних детей. Если, например, у вас только-только родился ребёнок, то в этом случае вы сразу же обращаетесь в ЗАГС, нужно будет выписку взять ещё и из домовой книги, и в течение семи рабочих дней обязательно ребёнка пропишут. Но, в принципе, то же самое касается и ребёнка неноворождённого. То же самое в течение семи рабочих дней обязаны прописать вашего ребёнка, и всё будет в порядке. Конечно же, другое дело – это прописывать уже, например, дальних родственников, а не близких родственников и не только родственников, но и каких-то третьих лиц. Здесь, да, конечно же, чаще всего могут возникнуть трудности, и прописывать третьих лиц можно только с письменного разрешения банка. Других путей, к сожалению, нет, потому что всё это нужно оговаривать именно с тем банком, в котором вы и брали ипотеку. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала «Банковский». Если оно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!